добро пожаловать на канал hard reset info это устройство opera на 4 light сейчас я покажу вам как выглядит распаковка этого устройства как видите я скальпием уже аккуратненько распаковал по какой причине потому что я уже записывал это видео вернее начинал его записывать и уже распаковал на видео начал вытаскивать и понял что у меня карта памяти 2 сбой какой причине не знаю и отформатировал и все будет нормально поэтому вот на этом моменте я закончил и продолжаю с того же момента и так открываем коробочку опа так что характерно у нас ну вы видите в одну сторону написано здесь в другую то есть за этим не следили но в принципе и не должны мне кажется это вообще не важно вообще что в коробке вернее как там что в коробке как по мне не сильно важно особенно учитывая то что телефон считает себя бюджетным говорит что он бюджетник удобный бюджет иногда поэтому мы сильно не будем придираться комплектации смотрите что очень характерно они продумали как раз таки в коробке то что коробку легко открыть это очень большая странность на сегодняшний день и как мы видим здесь у нас видится телефон опа рина 4 light смотрим что же здесь у нас написано это 7 и 48 дюймов ультра тонкая ультра тонкий корпус это очень хорошо между прочим потому что тонкий корпус это невероятно важно для сегодняшний день для телефона поскольку практически все телефоны которые новые по выходили нереально толстые у нас ай ай что что значит 6 ай ай портретных камер что о боже короче у нас интеллектуальная скажем так портретная камера 6 и 43 дюйма супермале дисплей это хорошо кстати и 18 ваттная быстрая зарядка ну что ж это лайт версия 18 ватт это неплохо очень неплохо учитывая то что многие устройства многие производители себе еще даже 15 ватт не завезли а с 10 ваттами ходит так я его аккуратненько возьму вот таким вот образом сразу от своих рук протру потому что я только его взял кстати это сразу видите я его только взял он сразу грязный только подруга уже сразу не чистый то есть никакой конечно же олеофобный боже никакого олеофобного покрытия не имеется но в принципе он не сильно нужно за такие деньги олеофобное покрытие которое содержится через два месяца ну это было бы только просто бы дороже обошлось потому что олеофобное покрытие установить тоже денег стоит ладно телефон я аст отставлю тут мой помощник сейчас выполнить первоначальную настройку этого девайса чтобы он быстренько чтобы мы быстренько могли приступить к разбору самой системы вообще телефон на самом деле неплох есть некоторые вопросы к нему по поводу того что нигде нельзя найти параметры передних камер и их тут две две фронтальные камеры нигде нельзя найти достоверную информацию об этих камерах но сейчас о характеристиках мы поговорим подробнее давайте посмотрим что в коробочке и так в коробочке у нас чехольчик причем чехольчик хорошенький качественный я бы даже сказал что очень качественный у нас здесь уплотненные края что очень важно и как вы видите он действительно достаточно прочный сочного круги это очень хорошо на силиконового чехла у нас к аккуратненько здесь укомплектована зарядка такая огромная по моему она точно 18 ватт на на 18 ватт на я думаю уже 30 ватт на зарядка 18 ватт на телефон это был конечно подарок судьбы но нет 18 ватт на это очень хорошая зарядка 18 ватт кабель толстый вообще по моему для 30 ватт на действительно рассчитан в принципе какие зарядка и наушники наушники стандартные китайские выглядят как airpods в жизни не отличите если не будет кого-то в ухе то есть просто поделка это обидно могли бы уже свою форму придумать и так уже была произведена первоначальная настройка устройства oppo rino 4 lite я вот первый раз сейчас держу в руках и давайте посмотрим с вами что то такое и так вот смотрю я на экран и в глаза бросается то что цвета выглядит немножечко совсем чуть-чуть капельку но не натурально и это немножечко бросается в глаза из этого немножко совсем чуть-чуть но неприятно то есть цвета красивая это амолета кран это не дешманский lcd это действительно хороший наверное хороший амолета кран мне кажется выгорать во всяком случае точно не будет но видно что цвет белый он такой ну не белый как это объяснить он не белый не желтый такой фиолетовый немножко немножко синит давайте попытаемся с вами это исправить я так понял что если теплый включим это будет совсем тепло осмотреть можно это исправить слушайте великолепно вот это белый цвет ну слушайте все по сути проблема решена с цветами уже тоже все гораздо лучше вот так вот вообще великолепно с цветами уже все гораздо лучше причем решился вопрос мгновенно ну все теперь все выглядит по-другому конечно же видно что экран не супер дорогой но видно что он действительно качественно такой телефон такие экраны во флагманы станет как мне кажется во этом случае экран действительно хороший и очень даже отзывчивый мне кажется что телефон вообще сам по себе быстренький хоть давай поговорим о характеристиках что это вообще за устройство это устройство которое стоит немало для своих параметров при этом параметры настолько контроверсивные и непонятные что немножко хочется крикнуть что вообще происходит и так как я говорил 6 43 дюйма экран и у нас 48 мегапикселей модуль камеры вот этот вот видите это 48 мегапикселей но в принципе вы думаете ну да круто классно 48 мегапикселей 1 и еще целых три модуля очень важно скорее всего здесь широкоугольный телефото и какой-то объектив глубины резкости да ну я так во всяком случае подумал в самом начале но оказалось что нет это меня просто убило смотрите второй модуль здесь действительно ультра широкоугольный до ультра white он на 119 градусов обзорности это не так что прям мало и не прям не прям чтобы так много это идеальный уровень обзора это широкоуголки что еще очень интересно и непонятно так это то что эти два модуля это два модуля глубины резкости поздравляю вы заплатили за маркетинг да эти модули стоили денег вам им практически ничего не стоили потому что это два двухмегапиксельные модули да этот 48 широкоугольный 8 эти оба по 2 они вообще ничего практически не дают если закрываешь 1 или 2 размывает фон прекрасно шикарно типа если двумя два пальца двумя пальцем закрываешь конечно же уже размывать тоже не будет но то есть вообще непонятно зачем они это сделали с камерами но неважно у нас есть еще и селфи камеры это как раз таки то что никто не может понять зачем здесь два модуля потому что в теории в теории здесь два модуля один 16 мегапиксельный тот который слева и 1 2 мегапиксельный тот который справа 16 мегапиксельный это обычный модуль обычный угол на по моему обычно там 90 градусов если не ошибаюсь может я ошибаюсь может там 100 111 но это второй модуль это просто модуль глубины резкости и тут есть не одна небольшая неувязочка сейчас я вам объясню что за неувязочка смотрите вот я не слишком слишком темно о вот смотрите задний фон стиль он смотрите если я включу режим портрета да вот смотрите он задний фон красивонько размыл видим что левый модуль у нас это действительно модуль глубины резко и боже мой модуль модуль для съемки потому что как только мы его перекрываем мы ничего в принципе не видим вот сейчас портретный режим включен видим что у меня задний фон размыт красиво достаточно размыт и если мы прикрываем модуль глубины резкости у нас ничего не поменялось мы и дальше то есть и дальше фон красивый точно также размыт как и раньше то есть эта камера пустышка он размывает программа не оптический она не работает ну просто ну вот смотрите задний фон не меняется абсолютно в принципе я не знаю видно вам вообще его или нет ну короче придется вам наверное поверить мне на слово вот смотрите сейчас размыт задний фон красиво размыт закрываю модуль он и дальше размыт ну то есть в чем фишка смотрите сейчас он не размыт нашел мое лицо и стала размывать короче за этот модуль вы тоже заплатили потому что это просто маркетинг и захотелось просто сделать смотрите у нас спереди две камеры сзади четыре у вас всего шесть камер на телефоне вы будете самым крутым на районе пацану но на самом деле эти два модуля они скорее всего тоже нужны но типа иногда действительно возможно они и срабатывают но то что один из них точно пустышка это тоже сто процентов потому что нет смысла действительно но могли бы поставить за эти деньги телефото за вместо этих двух но с другой стороны они бы все мы не поставили бы хороший телефото модуль по какой причине я вам скажу что вам не нужен макро модуль до модуль телефото сейчас расскажу вам один главный лайфхак телефонов с 48 мегапиксельной камеры если у вас камера на 48 мегапикселей давайте вы можете включить естественно режим 48 мегапикселей вот так вот и если вы делаете снимок только нельзя трястись 48 мегапикселях давайте я сделаю снимок чего-то другого сфотографирую тряпочку например если вы делаете снимок тряпочки с модулем на 48 мегапикселей смотрите что происходит вы можете приблизить гораздо ближе чем приблизил бы не супер дорогой какой-то объектив телефото да вы можете приблизить и зайти чуть ли не в структуру вообще ткани вот так вот это работает то есть в основном многие производители телефонов когда делают не сильно дорогой телефон среднем бюджета либо бюджетный они это просто теле телефон объектив это тоже для них просто такой маркетинговый ход в этом случае этот маркетинг вход они не сделали они поставили два глубины резкости что по моему еще глупее неважно возможно я чего-то в этой жизни не понимал но от этого камера не становится хуже как вы видели с ним фронтальная камера 16 мегапикселя наша она действительно обалденные больше ну реально круто я камера вот посмотрите насколько хорошо видно изображение конечно вы его видите гораздо хуже чем вы вижу я но все равно то есть действительно качество просто превосходно если смотреть на качество видео она тоже просто превосходная мне кажется давайте просто для сравнения просто сравнение посмотрим на то как мой телефон которым я пользуюсь на протяжении уже нескольких лет huawei made 20 pro справляется с той же задачи камера протерта протерта просто посмотрите на это убожество справа просто посмотрите это huawei а давайте еще видео включим это huawei made 20 pro его так просто как ребенку уделывает oppo rino 4 lite просто как маленькое дитя я не знаю это разгром вы видите это смотрите на картинку здесь на цвет кожи на цвет лица на волосы и смотрите на вот эту вот серость справа он даже не отработал свет он не понял что задний фон можно затемнить и сделать что-то с моим лицом нет он просто уничтожил все короче на oppo rino 4 lite действительно хорошие камеры то есть задний модуль 48 гипиксельный хороший очень хорошая фронтальная камера как мы уже успели убедиться и между прочим она очень быстро срабатывает что очень важно смотрите действительно достаточно быстро а если приблизить снимок великолепный модуль и вообще не могу ничего сказать плохого очень хорошо работает то есть нет никаких нареканий вы просто посмотрите на то как здесь получается красиво камера я немножко восхищаюсь этим простите действительно как же красиво очень красиво вообще великолепно то есть и вот про это я и говорю что это немножко вот как то странно вроде бы они сделали бесполезные модули три бесполезных модули влепили но при этом два основных модуля фотографируют превосходно зачем они лепили эти дополнительные модули думали что не купят хотя возможно они и правы наверное у них правило написано крови но обидно ребят все равно обидно то что мы переплачиваем за непонятно что но не в этом заключается вся контраверсивность а в том что они вместо какого-то там снаберга на 700 и 700 и 700 и версии 700 и серии поставили media tech helio p95 плохой ли это процессор нет ни в коем случае это процессор великолепный этот процессор хороший за свои деньги лучше чем 600 снабы сто процентов которые скорее всего сюда бы поставили но если бы они сэкономили на камерах ненужных и плюс еще не знаю но они бы одно сторону тоже сэкономили и и и и вместо media tech а взяли бы себе 700 и какой-то snap это было бы конечно гораздо лучше но здесь helio p95 это неплохой процессор он используется в хороших телефонах ну просто такое то есть о нем ничего хорошего толком не скажешь плохого можно много конечно придумать но хорошего особо ничего ничего он хорошо вы понимали на 12 на 12 нанометровом техпроцессе создан когда самое скажем так мощные процессоры на 6 нанометров и вот сейчас скажите пожалуйста ну 7 там ночи с 5 появляется ну давайте допустим даже если 7 вот у меня на телефоне трехлетней давности 7 сейчас уже есть и и пловский новый он пяти вроде бы или шести нанометров и вот и смотрите это получается в два раза старее именно техпроцесс да именно сама архитектура не архитектура не знаю даже как точно вам сказать именно сам вид работы процессора будет устаревшим то есть это немножко не то что еще хотел сказать а по поводу памяти тут тоже немножко обидно у нас установлены здесь как бы вот объем опять же смотрите объем памяти нереален то есть да у нас здесь 128 гигабайт встроенной памяти и 8 гигабайт оперативной и ты понимаешь что это действительно круто но оперативная память у нас формата btr 4 которая не очень быстрая но в принципе и с головой хватит для этого процессора просто с тремя головами тут не должна была память быстрее но формат памяти встроенной то что у нас 28 гигабайт и все 2 и 1 вместо и все даже 3 0 потому что есть и все 3 0 и 3 1 лучше был бы 3 0 он немного немногим дороже чем и все 21 но просто гораздо быстрее практически в полтора раза и халек по 95 он бы потянул 31 на полной мощности и на нормально бы ему было и тогда бы телефон работал гораздо быстрее чем сейчас хоть он и сейчас достаточно быстро летает но можно же было бы это сделать был бы телефон не намного дороже ну действительно то есть разницы практически никакой бы не было за это немножко обидно но все равно как бы особо большой разницы нет давайте посмотрим на у нас на торец это интересно скажем так явление на сегодняшний день это и мини джек ну они как бы наушники поставить мини джеком но все равно есть они под наушники подстраивались но у нас есть мини джек это хорошо кроме мини джека для наушников у нас есть еще и юсб тайп си это юсб тайп си формата юсб 2.0 то есть это не юсб 3 0 не юсб тандерболт ни в коем случае не юсб 3.1 это юсб 2.0 самая обычная скорость будет при скидывании файлов там телефон на компьютер с компьютер на телефон ну в принципе все ничего особо нет что очень интересно опять же вот вот вроде бы память поставили куда нет не такую которую могли бы поставить да на этом сэкономили на памяти но зато поставили под экранный сканер отпечатка пальцев то есть здесь у нас искать на отпечатка пальцев если устанавливать отпечаток у нас будет экраном то есть вы на экран то есть прикладываете и у вас разблокируется телефон и вот это вот самое глупое как по мне потому что телефон бюджетный могли бы поставить сканер куда-то на торец но поставить юси 3.0 ну ну ребят ну серьезно ну скажите ну почему не 3.0 3.0 он был очень многое бы изменил вот при либо же хотя бы уже 700 и snapdragon бы поставили бог с тем 2.1 пусть бы был 700 процесс процессор но маркетинг важнее поэтому они использовали сканер под экран они понимают что люди поведутся на большой объем памяти на то что есть сканер под экраном на то что здесь целых шесть камер поэтому поэтому так и делают на самом деле мы в этом виноваты потому что мы покупаем мы создаем им спрос вот они уже создают товар согласно спросу и вот как так получается но тоже чем они точно не подкачали так это зарядкой вернее аккумулятором размером в 4015 это очень много заметьте миллиампер часов почему я говорю что это очень много если есть телефоны такие как samsung серии m на 7000 миллиампер на 6 тысяч миллиампер на 5 тысяч миллиампер я скажу почему это много это много во первых потому что у вас здесь матрица о лет что значит значит если вы включите темный режим темную тему вас будет гораздо меньше садится экран а также это очень сильно значит то что вернее очень важно здесь то что процессор здесь helio p95 а он не энергозатратные сильно то есть это процессор который не не сильно греется он вообще практически не греется а разве что вы в игры будете там гонять то есть смотрите сколько времени я ему уже плюс мне использую он холодный экран все время включен самсунгу и просто на эксинесе он бы уже зажарился и сбросил бы яркость экрана потому что потому что это самсунг на эксинесе да но здесь по 95 х или он не греется просто так он греется только когда действительно ему сложно выжить ну как то так ну и плюс тут тоже странная информация на сайтах инсайдеров было написано что этот телефон поддерживает зарядку то есть в комплекте 18 ватт на но поддерживает он 30 ватт ну если это так тогда это тоже для меня непонятно почему они вставили такую дорогую систему быстрой зарядки но не поставили нормальный процессор и память но все-таки я думаю что это немножко не так то есть я думаю что все таки если 18 ватт на зарядка стоит в комплекте скорее всего 18 ватт на зарядка поддерживать во всяком случае так мне кажется но если поддерживается 30 ватт на зарядка тогда это значит что на 50 процентов он будет заряжаться за 30 минут а до 100 процентов за 53 минуты то есть практически два процента в минуту он должен набрасывать что невероятно круто но это только если он действительно поддерживает 3 3 боже мой 30 ватт зарядку там система вроде как установлено вот этот биби киевская воок 4.0 и возможно что это действительно правда потому что не на одном источнике уже это видел просто у нас нет 30 ватт на и оповской зарядки чтобы было поддерживала система волок поэтому к сожалению проверить не могу или супер достоверно достоверную информацию тоже вам могу предоставить по этому поводу ну что ж ребят я произвел распаковку рассказал вам немножечко об этом телефоне очень надеюсь что это видео было полезным для вас если это действительно так тогда не забудьте поставить лайк этому видео подписаться на канал а также написать какой-то любой комментарий либо сделать одно из этих трех действий причем никакого другого ставьте лайки подписывайтесь на канал у нас будет очень много интересного кстати между прочим когда вы создаете пароль на телефоне оппо он вам говорит что вы больше никогда не сможете его сбросить если вдруг вы его забудете и телефон можно сказать выбросить на свалку уже нужно будет но мы нашли способ и записали видео а вот так вот ставьте лайки подписывайтесь на канал до скорых встреч пока пока